I have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Ладушки, мы ложимся спать для того, чтобы проснуться и начать четвёртую серию по дрэджу. Так, ловушку. Она из менюшки вот тут вызывается. Ну, хорошо. Пока пусть на выходе посидит. Теперь поехали пощупаем океанскую рыбку, то посмотрим, что она вообще, как она из себя представляет. О-о-о, океанская! Офига себе ты, здоровая тварь! А как? А почему? А, ну у меня нет столько места. Ну хорошо, давай вот эту посмотрим. Акулы здоровые прям. А это считается всё-таки прибрежная, да? Рыба Тетрис. А в смысле? Ну я так ничего не наловлю. Погоди. Не, ну наловлю, конечно. Не бей меня. Два места для ловушки с крабами осталось. А, это мне сейчас показывают, где мы, где кого чего, да? Забрать. Не бейся, пожалуйста. Так. Погоди. Погоди. Слушайте ориентируем для безопасного прохода среди скалы и других преград. Спасибо, я знаю. Вот узкое сочинение также позволит вам на секунду выдохнуть пугающим в раке ночи. Ясно. Вот. Много крабов. Всё. Пошёл. Посмотрим, почём акулы сейчас будет, на самом деле. Гораздо бодрее стал двигаться кораблик наш. Поехали посмотрим, что там с акулой. Так. Не стоит слишком усердствовать, особенно когда солнце начинает клониться к закату. Лучше вернуться с небольшим волом, чем не вернуться совсем. Акула, кстати, дорогая. 200 баксов у нас почти что появилось. Где бы мне взять металл? Давайте мы съездим, съездим, сплаваем к нашей вот этой вот девушке, которую мы туда перевезли, к женщине, к механикой. Возможно... Ну-ка, а ты кто? Стой, 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 стой. Это рыба бумеранг. Возможно, она нам что-то как-то научит, расскажет, поможет, потому что мне нужен этот очищенный металл для следующей стадии, которого у меня, собственно, нету. А это печально. Итак, строительный домик сделал. Привет. Спасибо еще раз, что помог переехать. Я провела основное в порядок. Сейчас буду обустраивать. Вот. Нашла ее, когда разбирал вещи. Возьмите, пригодится. Книгу. Обложка покрытая пыль, но в остальном выглядит хорошо. Справочник инженера. Если понадобится встать на якоре или оставить здесь свои грустные хранения, не стесняйся. Отлично. Чей? Нет, чей это задание? А, книжку как это? Ладно. Давайте в каюте просто. Так, тут у нас все прочитано. Шансом не уменьшить запасы рыбы приловлю удочкой. Удочка тягает на 10% быстрее. Так, хорошо. Справочники инженера. В энциклопедии цикле у нас тут. А, кула. А, 100 баксов стоит. Неплохо. Строитель. Ага. То есть вот так вот. На прокачку у нас ловушки. Эффективная ловушка для крабов. Укрепленная ловушка для крабов. Пять дней. Это живет долго. Большая ловушка для крабов. Хорошо я вас понял. Возможно, я этим и используюсь. Блин, она мне ничего не сказала про вот это, как его металл полированный, не полированный. Черт. Ладно. Так, доски мне по любасу нужны, поэтому я их забираю. Может там вроде как точно еще две доски нужно было. Понятно. Спасибо. Там еще что-то есть. Металл тоже нужен был. Они тут спавнятся, но понемножечку, чисто понемножечку. Хорошо, валим обратно. Маяк нам в помощь. Так, а ты кто? У нас вот эта штука и есть. Я ж ни одной тогда и не продал. Я одну выудил и просто отдал ее по заданию и все. Акула? Мне бы что-нибудь новенькое океанское такое найти. Было бы интересно. Ну, одного такого я смогу утащить с собой. А что по крабам? Пока ничего. Ну, ждем. Сейчас ночи. Так, погодите. Мы сейчас... Дерево, железо я положу. Еще одно дерево, еще одно железо. В принципе, их не проблема достать. Вот этот вот очищенный металл я еще ни разу не видел. Мне интересно, что это. Торговец. Продать рыбу? Не все косяки рыбы одинаковые. У некоторых встречаются необычные рыбины. Их иногда прям с лодки видно. Да, да, да. Замечал такое. Спасибо за совет. Давай, пойдем спать. Куда же теперь могу отправиться? Давайте, раз у нас прибавилось скорости... в тепло. Давайте отправляться на какие-нибудь более дальние острова, где мы раньше... не были. И будем пытаться что-то... Это не материал, материал. Блин, я опять сейчас досками все забью, да? Офигеть! А так можно было? Я тупо детальку вытащил. Вроде как на доске рыбачу. Окей. Это было крайне выгодно, спасибо. Я еще и в плюс доске остался. Давайте вот на тот остров. Сейчас, в принципе, хватает скорости, я так вижу. Посмотрим сейчас, что тут происходит. Мне кажется, я там что-то видел. Ну-ка. Вы приближаетесь к фигуре в капюшоне. Он закутан в темно-синий балахон, лица почти не разглядеть. Рыбак. Моляю, помоги. За шумом ветра и волны вы скорее угадываете, чем слушать его различимый хриклый шепот. Удалить голод. В капюшоне разворачиваю старый бумажный цветок и указывать на рисунок сверху. Похоже на голубую скумбрию. Но у меня ее нету. Скумбрию тебе, да? Скумбрию тебе в рот. Она же какая-то прибрежная или что-то такое. Это не ты, случайно, скумбрия? Эх. Нет. Это не ты. Они поменялись буквально на ходу, по-моему. Это акулы. В этом строю лежит гнилая мачта наполовину скрытая листами и ветками. У нее основание валяется расколотая старая лодка. Ну, конечно, заглянуть в смысле. Ешки-матрешки. Так, забираем. Взять. Супер. О, вон там что-то интересненькое. Ладно, я сюда еще вернусь. Я сюда еще вернусь. Мне нужна скумбрия для этого чувака. И тут, возможно, будет еще что-нибудь интересненькое. Офигеть. Видели, как солнце быстро ушло? Теперь к этому острову доплывать гораздо быстрее на новых-то двигателях. Дублоны это у нас драгоценности, не драгоценности? Это как что расценивать? Давайте посмотрим. Так, торговец. Да, дублоны это драгоценности. Хорошо. Триумф. О, давайте все сюда сгрузим. Все, что не так лежит. А от этих у нас уже три, кстати. На обратном пути можно сейчас наловить рыбки, хоть что-то. Спрачники инженера книга прочитаны. Супер. Сейчас как раз хватило времени. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Низкие запасы, это значит один-два, один-два единицы их будет. Так. Знаешь, что, дружище, нам поможет быть. Мы их по-другому никак-то не распихаем, да? Ладно, нам хватит, продадим что есть. Что у нас по ловушке, кстати? скрипач и обыкновенный давайте мы сейчас продадим быстренько рыбу вернемся за крабами пока там есть место еще это рыковицы рыбой продать все сухой док нам там не хватало железки на деревяшка на все не хватает вот это вот очищенного металла чтобы это ни было с понятия почему он потух почему мой фонарик потух никто не скажет не надо было оставлять типа его включенным на все время ладно пусть отдохнет немножечко торговец да давай посмотрим не забавишь что если ловушки для крабов так попалось как раз то что мне надо да такой и вот такой супер старый крабов протягивает вам деньги сгодятся рашу нашлось применение этой старой клетушке мне всего всегда можно купить новое поврежденные отремонтировать наверх а данные к тебе последняя просьба тебе же встречались уже тут рыбы со всякими странностями как думаешь что будет если есть такую мутантскую рыбу идешь с ума ну может быть но я хочу знать наверняка принеси мне мутировавшую рыбу любая подойдет только оставит между нами ага ага договорились давай спать так по моему вон та рыба которая так поймай голубую скумбрию каюта погоди энциклопедия соли прибрежная голубая скумбрия обычная поймана так днем есть вот такие вот мутации я понял скумбрия где сюда вот она как раз одна так пока что поехали на тот остров чувак там хотел скумбрии он сейчас наверно будет заказывать еще разные рыбы ну блин а что будет ну я его накормлю и чё он не выглядит как что-то хорошее это квест неинтересно накорми меня блин старый бумажный свиток указан рисунок сверху так ну на тебе скумбрия ловкие пальцы с хирургической точностью рыбу рыбьи сердце прямо через глотку секунда и она исчезает во рту больше слишком мало человек указывает на изображение на тигровую скумбрию без понятия кто то такое эти еще не видел с камбала или даже камбала удивительный мир камбалы тут что то есть интересненькое погоди просто рыбалка а это рыбалка как раз вон тех вот ребят которых я не доловил тогда и среди них должно было быть что-то нормальное плату пойдем на вот этот остров еще посмотрим что смысле за звуки ты кто унитаз мы но мы знаем что такое мы можем поймать только одну у нас не хватает места пока что дельфины ну не то что я собирался их ловить но было интересно могу ли я а где вообще блин я уже могу потихонечку добираться до каких-то интересных мест ну пойдем вон туда еще сходим знаете чё кают нет я могу блин это уже граница того куда я могу доплыть практически ну хорошо мы сюда еще вернемся о марлин а я смогу марлина добыть а он у меня не влезет никуда из-за чертовы акулы ладно я еще вернусь к вам ребят серьезно сделали по день по длине и она была бы повеселение немножечко по моему я же нажал вовремя вы чё отлично как раз запасы закончились опа-то-то осторожно надо будет сейчас сплавать на тот остров где марлин марлин мэнсон а так металл 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 так интересно что это за губки мне нужен двигатель помощнее и лампы побольше я бы тогда вышел в море и посмотрел бы блин акулы до дорогих дорогие акулы а в ловушку крабовой я продул нет ну-ка неважно так 33 у меня есть этих 3 3 3 3 3 3 двигатель 36 лошадок может вот этот вообще посмотри он он 4 4 место занимает а мне она не выгодно по идее я пока не расширю себе вулкановые универсальная о погоди мне может быть вот это вот нужно насколько три клеточки занимает это мелководные это прибрежные да мне нужно универсальная потому что у меня место тогда сразу освободиться супер а это у нас будет вулканы мелководные это будет мангровые прибрежные о о прибрежные мелководные мангровые вот это вот круто будет просто океанские это только вот этой лебедкой можно все я понял мне нужен мастер и мне нужно вот эта штука 50 процентов я тогда себе два места освобожу это я продам сколько ты стоишь то 460 баксов я разорюсь нет но я себе два места освобождаю потому что от места я сейчас прямо очень страдаю вот эта штука вот это вот очень классная штука все теперь я вот этой одной удочкой могу ловить абсолютно все что несомненно круто жалко я потратил на это два часа и запищу а я за ногу минус 30 баксов просто на развороте аккуратнее надо разворачиваться пойдем попробуем марлена поймать тут у нас кто скумбрии тут тетрисы вот это марлена были это акулы да это акулы погоди а вот эти вот обломки я видел нет что осталось когда этот прочный деревянного корпуса корма корабля полностью вынесли на берег подходит и ближе и вам удается забрать то что хорошо что мне удается забрать опять же еще один поинт хорошо места осталось опять мало пошел блин налутал прежний острова исследовать дико интересно поэтому хочется двигатель побольше который собственно будет меня доставлять туда что такое маленькое то аж прям вот так оно не влазит оно в принципе не влазит а вот стоя вот так влезет а спасибо по крайней мере узнаю что это такое давайте оплывем этот корабль корабль остров здоровый вот опять эти камни которые можно прикоснуться к искусству тарелка блин 44 поинта погоди а у меня сейчас вообще не будет 4 поинта как ни крути прям вот вообще вообще не будет 4 поинта серебряные блюда то есть 4 поинта у меня так как раз есть но они не распределяются так как мне надо а а а а а а а где а но як стоя вот это что ничего лампочки не явно то явно поярче надо елки по-моему это в первый раз за мной какая-то фигня погналась или мне это почутилась или она реально за мной погналась может он с ума просто начинает сходить таким образом один кальмарчик нет фух получается я щас немножечко застрял в прогрессе пока я не найду забыл ловушку чекнуть пока не найду металл так ремонт у меня никакого вроде нету освещение нового тоже пока что нету ловушка здесь наверное уже перестал существует да еще два крабика мне поймал но золотой краб это всего лишь размер это не мутант так продать а починить как она рыба любит глубину другая так 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 это понятно все ну допустим тоже продать раз он поломанный за 5 баксов а купить я могу за 100 понятно пока что мне эта механика не то что прям моя любимая поэтому я так поручение поймать тигровую скумбрию ахна рыба с мутацией ага новые реликвии это мы еще подумаем энциклопедия марлин парусник 120 баксов он стоит ну блин кораблик нужен побольше ну были по крайней мере трем побольше потому что ну вообще ничего не лезет давай спать давайте подумаем куда мы сегодня сходим стальной мыс мы можем попробовать пойти вот сюда сегодня через базальтовый остров посмотрим поместимся мы там не поместимся в штормовые скалы я думаю нам может хватить скорости уже до туда добраться это куда-то вон туда мне кажется да я не разгрузился я молодец идем продадим ценности печальность самого утра потратил время так торговец продать все трем что я снимаю блин что я делаюсь так шлезки сюда вот сюда мне кажется или тут рыба мутант была вот тут смотрите ладно знаете чего я уже не успеваю раз я протупил два давайте я просто это продам рыбу сегодня уже причали отдохну до утра сдам квест под заработаю денежат ну или же по форме немножко посмотрим сейчас глянем потому что полдня осталось ни туда ни сюда так торговец да попалась мутантская рыба любая рыба мутант подойдет из решеченная камбала под дряблой кожей со множеством дырых вздымается и выпадает бесформенная масса забирает рыбу прижимает две груди и мнет пальцами слизкую тушку да это будет самый раз вот плат за рыбу сто баксов кстати неплохо еще две детальки а у нас их уже под накопилось слышь похоже на еле слышный шепот прислушивайтесь тишина в комнате все словно замирает через несколько многений вы замечаете как руки торговца рыбы начинают дрожать его лицо искажает мука пожалуйста продавай что хотел и уходи мне нужно за разобраться с этой тварью скорее терял фергоса захлопывается с вашей спиной вы слышите скриш металлического засоба так что у нас 4 поинта есть что мы можем качнуть у нас можно двигатели 3 поинта да но мы получим 36 узлов 36 узлов нам вроде как сейчас не выгодно пока что по крайней мере ловушки сети прибрежные сети давайте на удочки еще раз глянем ну тоже мне пока не надо ладно пусть копятся детали пока она не горит давайте выйдем просто немножечко пофармим две детальки забыл переложить жаль что они автоматом не отправляются в трюм в этом с с с с с с с с блин до камбала она ни туда ни сюда с с у с с с с с с и с с Ну, сегодня, в смысле, в этой серии Торгует с рыбой Двери лавки закрыты, заперты изнутри Аааа, я даже Не смогу Поторговаться сегодня Хорошо, давайте спать Увидим, что с ним Будет завтра А, извините, куда мне теперь рыбу девать? Энциклопедия Не свежая А, тогда Выбросить У меня протухшая рыба Получается Это все круто, а Откуда мне теперь Деньги брать Я на одном антиквариате не проживу, вы что? Я хоть правильно иду? Правильно Сейчас посмотрим, сколько часов я потрачу на то, чтобы добраться туда Может быть, там и пришвартоваться на ночь можно? Смотрите, там городок есть Но без маяка, правда Без маяка это прям Не очень Я думал, кстати, может быть в каждом городе будет маяк Скажите, что тут есть какой-то другой торговец Так, тут рыба Три часа, так Жительница Ингфила Что такое? Помочь чем-нибудь? Я пытаюсь приготовить особое блюдо для моего партнера, но с этим возникла одна проблема У нас выдержанный морской уголь считается особенным деликатесом Может, для кого-то он и тухлый, но вы просто не умеете его готовить Обычно их закапывают в землю и дают им немного дойти Но наша собака их постоянно выкапывает, съедает Скать об этом я не могу, иначе испорчу сюрприз Может, у тебя получится принести выдержанного морского угря? Да, я могу принести вам выдержанного Тухлого, понятно Спасибо, я влачу тебе труды Еще что-нибудь? Где его поймать? Ага, да, их отыскать непросто Как мне сказали, они питают в расселенных и норах внутри скал Думаю, вокруг скал всех уже переловили Так что, возможно, тебе придется заходить в сами проходы между скалами Я же говорила, они выходят только по ночам Да, насколько мне известно, где они прячутся Удачи Еще что-нибудь? Что вы можете рассказать мне о здешних скалах? Много лет назад скалы были приютом для пиратов и контрабандистов Из легенды о двух пиратских кораблях, которые построили себе убежище в штормовых скалах Вроде как, однажды они что-то там не поделили И развязали нешуточный бой южной стороны скал Не знаю, правда это или нет, обломков кораблей в том районе действительно немало В итоге противники полностью уничтожили друг друга И никто так и не нашел их сокровища А сокровища там было на целое, не побоюсь этого слова, состояние Вот только никто не знает, где их искать Еще что-нибудь? Так, среднеместных какой-нибудь странной личности История о Магра не слышал? Он был старым китобоем из этих краев С годами китов становилось все меньше Китобойным судам приходилось уходить на все более долгие рейды Чтобы хоть кого-то найти Магран, видимо, не выдержал такой жизни У него возникла странная привязанность к свитку, которую он нашел в одном из этих рейдов Он говорил, что свиток поведал ему, как стать бессмертным Или если есть мутирующую рыбу Люди стали называть его Магран-рыбак Однажды жители города проснулись и обнаружили, что ночью кто-то перерезал все лески лодочной сети А старик Магран исчез С тех пор его никто не видел Хотя я могу продать рыбу Мы здесь сами ловим рыбу, так что ее никто особенно не покупает Но есть одна девчонка Разъездная торговец У нас она обычно стоит на якоре у того края залива У нее можно купить или продать почти все, что угодно Или что-то отремонтировать Еще что-нибудь? Так, отлично До свидания Ага Стоит тухлого морского угря Я понял, я нажал, хорошо А ты у нас, старый китобой Тебе что нужно-то? Обломки кораблей есть Поселение у штормовых скал Вот где все разрушено так, куда там корабельным осколком Но брат бросил нас и перебрался на те скалы много лет назад Подозревая, что этот пройдох и теперь сожалеет о своем решении Не слышали про что-нибудь необычное? Когда-то давно, сразу после того, как поймали последнего кита со штормовых скал Всех как метлу и смело Корабли уходили десятками, забирали трюмы вещами и на всех парусах умчались на север Они нам махали с палуби, что-то кричали, но мы не разобрали слов С тех пор мы о них не слышали и не видели Что нужно сказать про Ингфелл? Да Ингфелл когда-то был городом китобоев Ключевое слово был Мы выходили в море, возвращались с китовой туши А дальше ее занимались стали жители города Например, 20 лет назад китов стало мало И вот до чего мы докатились Еле-еле наскрипаем на новую свечу Понятно, у вас тут ловить ничего Но тут можно, кстати, переночевать, если что У них тут можно, если что, переночевать Так, а вот это что? Это мне надо Это мне прямо надо Грузовая декларация О, здорово Судно парусная яхта Главный приз Владелец господин Михаэль Шульт Штормовые скалы Шарманка из дуба Куплена в магазине антиквариата в малой соли по сниженной цене Вытащена с места крушения неизвестного корабля На нижней панели выразлены буквой ДЖ В остальном состоянии удовлетворительная Не открывалась во избежание повреждения механизма Необходимо осмотреть замочник Необходимо осмотреть замочника Деревянная маска Этническая маска вырезана из дерева Считается, что она приносит удачу, здоровье, богатство и дождь А также помогает с зачатием и защищает от злых духов Обменена на пару носков и цепочку от карманных часов Чайный сервис из 12 предметов Сервис лакостенного фарфора из 6 чашек и 6 блюдец Приобретен торговцем с востока Не использовать банка с землей Банка, в которой, как утверждает, находится земля С места падения метеорита Так, кораблик Ты у нас торговка, да? Ага Разъездный торговец Эй, на борту Всегда рад новым людям Рыбак, да? Зуб даю Мы с тобой скоро станем неразливанно А путешествую торгую Два в одном Если у тебя есть рыба на продаже Готовы взять Потом продам в следующем городе Я вожу с собой немного разного оборудования Можешь посмотреть, что у меня есть Чего-то приклянется Заглядывай, когда захочешь продать или купить что-то Еще раз поболтать зашел Так, помощь нужна? Помощь рыболова? Конечно Я пытаюсь собрать сведения о том, как выводится каждый вид рыбы Мне удалось выяснить места питания большинства из них Но не с каких так и не получилось отследить Может сумеешь собрать информацию? Конечно, с радостью Договорились Мне осталось разыскать сельдяного короля Пеликановидного большого Рота гигантского Гидроцина и целоканта Чтобы их Я их выговорить не могу А ты их разыскать хочешь? Ну, хорошо Мне уже удалось кое-что про них разузнать Так что, наверное, смогу направить тебя по нужному курсу Что ты хочешь узнать? Ну, да, про сельдяного короля Кстати, про сельдяного короля я где-то что-то знаю Это огромнейшая такая белая рыбина Больше на угря похожа Ну, хорошо Длинные и слабо защищенные тела Так что, думаю, они живут достаточно глубоко Но в глубокой, но спокойной воде Может быть, в норах Какие можно найти в штормовых скалах А что еще других? Рэп так Пеликановидного Я знаю, что пеликановидные большероты Обитают на самой глубочайшей глубине Чтобы понимать, их нужны специальные снасти Понял Гигантские вот это вот А вот уж кто страшный Просто жуть Они охотятся в болотистых водах И прячутся в тени деревьев Ага Целиканта Честно, не признаюсь Я понятия имею Где могут водиться целиканты Но от них и чем-то первобытным Тебе не кажется? Может и кажется Что-то тех редких рыб Это квест Что ты знаешь о штормовых скалах? Ну, на той стороне залива Есть Ингфел Скучный китобойный городок Людям там всегда что-то нужно Что держит на дело на плаву Жители постоянно судачат о штормовых скалах Большинство их, похоже, боится Честно говоря, не знаю Почему они до сих пор живут здесь Время-время слышу гул Откуда-то из центра Между скалами Стараюсь здесь подолгу не задерживаться Хочешь еще чем-нибудь покорить? Хочу Ты постоянно корабли? Всегда Мне нравится быть в движении На самом деле я и торгую больше ради путешествия Я скорее не разъездной торгую За путешествия, которые еще и покупают Продают при случае Я столько мест повидала И это здорово А еще я встречаю много новых людей Это тоже иногда приятно Хочешь еще чем-то так? В море какие-нибудь странности не попадалось? Странности? Да постоянно Но я стараюсь на них не зацикливаться А то так и с ума сойти можно Это может быть если ты видишь странности Ты не просто Ты просто не с той стороны на них смотришь Может не такие уж они странные Может и правда странные И очень опасные в придаче Лучше не рисковать А у тебя тоже можно переночевать Прикинь Хорошо Рыбный рынок Скупай любую рыбу Которую захочешь продать Понятно Назад в город Вверх В принципе все то же самое Очищение ментал Покупаю Вообще без вариантов Покупаю Так Плавучий док Готово Сколько оно стоит? Пятьсот Учитывая что я это купил очень за Так Сколько у нас времени? Двадцать пятьдесят Я могу тут заночевать В принципе Поэтому давайте мы Половим рыбу Продадим что сможем О вот тут что то интересное будет А ты на сто Чернородный лосось Кстати что то новенькое Такое я еще не ловил У него паттерн Другой кстати Так еще одна Чивочка приехала Что тут еще можно Я же понимаю что я могу тут заночевать Если я могу тут заночевать Я могу тут и рыбачить Мне на самом деле не проблема Тигровая скумбрия Ооо Вот где она водится Нужно будет к этому сектанту отвезти Тигровую скумбрию Сейчас мы все продадим Рынок Неплохо кстати Вот чуть-чуть покрутился И уже сто с чем-то баксов Давайте тогда Остаемся здесь на ночь Вроде тут безопасно Отчаливаем у нас сохранение Да Все ребятушки Тогда на этом моменте Будем заканчивать Можно будет отсюда взять скумбрию Отправиться к сектанту Накормить его Тут еще кучу всего Можно делать Прикольно Там по моему Рыбный рынок Закрылся навсегда Мне кажется Но ладно Посмотрим Надо будет 500 баксов Накопить Чтобы прокачать Корабль В общем Мы по моему Немножечко выросли Из того города Попробуем потусить здесь В следующей серии А пока что Спасибо что были с нами Всем удачи Всем молодушек Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok